Кенгуровые это целое семейство сумчатых млекопитающих. Существует 72 вида кенгуру, которые делятся на кенгуру, валаби, валару, древесных кенгуру, крысиных кенгуру и так далее. Кенгуру родом из Австралии и являются национальным символом этой страны. Приветствуем дорогие друзья, с вами канал Узнавай и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о кенгуру. Передние лапы кенгуру недоразвиты, но зато отлично развиты задние конечности и хвост. На них животное опирается как на треножник. Кенгуру сумчатые, но сумки есть только у самок, которые носят там своего детеныша. Период беременности у кенгуру составляет около 30 дней. Детеныш кенгуру называется Джоуи. Малыш не рождается в сумке матери, после рождения Джоуи появляется из родовых путей матери, а затем по ее меху без чьей-либо помощи заползает в материнскую сумку, где будет кормиться и расти в течение нескольких месяцев. У самки кенгуру может быть до трех детенышей одновременно, каждый на разной стадии развития. Но у кенгуру в сумке может находиться только один детеныш. Передвигаться кенгуру только вперед, назад не может. У них мощные ноги, работающие как пружины, которые помогают сумчатым прыгать на большие расстояния, до 7 метров за один прыжок. Пищеварительная система кенгуру похожа на коровью и приспособлена максимально полно извлекать питательные вещества из пищи. Кенгуру способны долго обходиться без питья, потому что получают влагу из растительной пищи. Когда жарко, кенгуру тяжело дышат и облизывают свои предплечья, чтобы остыть. Кенгуру общаются друг с другом посредством хрюканья, рычания, лая и шлепающих звуков. Красный кенгуру – самое крупное сумчатое животное и может вырасти до 2 метров в высоту. Мускусная крыса кенгуру – самый маленький кенгуру и может вырасти только до 35 сантиметров в высоту. Один из самых интересных видов – это короткохвостый кенгуру или квокка. Небольшое животное напоминает тушканчика, мордочка квокки будто бы всегда улыбается. Об этом животном, кстати, мы уже рассказывали. Численность кенгуру различается в зависимости от вида. Многие виды интенсивно истребляются, некоторые вымерли, на них охотятся ради меха, а также мяса. На этом у нас все, берегите природу. Будем рады, если подпишетесь на наш телеграм-канал, там много забавного и интересного о животных. Ссылка в описании, до скорого!